Друзья, всем привет, с вами Тимур и сегодня в этом видео я для вас собрал очередную подборку свежих, крутых, бесплатных и полезных приложений на ваш айфон, которых реально стоит скачать. Это довольно-таки популярная рубрика на нашем канале, которая продолжается регулярно, вам нравится и я делаю. Этих приложений будет целых 9, вот именно 9, не 10. Давайте сделаем так, пускай 10 приложение будет ваше. Вы что-то предложите, напишите в комментариях, возможно вы уже знаете, можете поставить сейчас на паузу и написать в комментариях, какое для вас самое крутое, так сказать, и секретное может быть приложение, о котором много кто не знает. То есть не очень популярное, но очень полезное. Обязательно напишите в комментариях под этим видео, я посмотрю, возможно сделаю обзор в следующем ролике. А сегодня давайте смотреть вместе и разбирать по одному каждое приложение, будет очень интересно, усаживайтесь поудобнее, а мы погнали. Итак, друзья, давайте взглянем вместе на эти приложения. Я тут собрал такую вот папку и почему-то айфон решил назвать эту папку как развлечение, папка с развлечениями. Почему не знаю, но не суть. Итак, первое приложение это у нас Link Detector, наверняка уже все поняли, многие поняли, что это такое и что это приложение вообще будет делать. И, кстати, все вот эти вот ссылки на эти приложения будут указаны, конечно же, в описании под этим видео, вы можете перейти и без никаких проблем скачать. Итак, первое приложение Link Detector открываем, у нас открывается камера, допустим, вы видите где-то на стене какую-то там ссылку и вам не хочется эти ссылки напечатать, вот так вот подводите, вот так вот нажимаете на поиск. И вот смотрите, он сам автоматически обнаруживает вот эти вот ссылки, которые я сфоткал, допустим, вот Instagram, да, пускай будет. Вот, видите, он переходит на мой Instagram, потому что это ссылка с моим Instagram. Вот так вот круто это работает, друзья. Обязательно скачайте, потому что где-нибудь там на стене или где-нибудь там по телевизору увидели ссылку, раз подвели и перешли по ссылке. Очень удобно, очень круто. Переходим к следующему приложению. Второе приложение это у нас Scroll Recorder. Что оно делает? Это приложение позволяет вам делать вот такие вот длинные скриншоты. Смотрите, длинные скриншоты и вы можете сохранить их как в фотоформате, в JPEG формате у себя в, так сказать, в галерее. Также есть встроенная функция на iPhone, где вы можете делать такие же вот скриншоты длинные, но там, по-моему, в JPEG нельзя сохранять, только в PDF сохраняете. Давайте покажу, как вообще это приложение у нас работает. Скачивайте это приложение, далее переходите в настройки, настройки, далее мы смотрим пункт управления. Отсюда находим запись экрана. Вот запись экрана сюда добавляем. После чего, допустим, давайте войдем в Instagram. Вот наш Instagram, да. Теперь опускаем шторку, нажимаем, удерживаем. Находим именно это приложение. Вот видите, вот это вот приложение, только почему-то на китайском, но я по логотипу тут узнал. А теперь нажимаем на начать вещание. Через 3 секунды он начнет вещание. Вот, допустим, началось. Я вот так вот скроллю. Скроллю. Пускай будет здесь, да, остановимся здесь. Я нажимаю сюда, остановить. Остановил. Теперь, что мы делаем? Мы переходим опять обратно в это приложение. В скролл рекордер. И как вы можете видеть, он сейчас все это дело обрабатывает. Подождем. Вот. Вот наша, так сказать, наш скриншот. Дальше мы сохраняем. Вот так вот. И потом можете у себя в фото найти этот скриншот. Вот так вот он выглядит. Круто. Пользуйтесь нельзя. Следующее приложение называется Fastboard. Что оно делает? Вы скачиваете его. Далее переходите опять в настройки. Пишите вот здесь вот клавиатура. Клавиатура. Вот. Нажимаете на клавиатуры. Здесь заходите в новые клавиатуры. И здесь у вас выйдет Fast, как называется? Fastboard. Вот здесь вот у вас выйдет. Нажимаете и добавляете его. Вот. Потом входите сюда. И нажимаете на разрешить полный доступ. То есть включаете тублер разрешить полный доступ. После чего вы опять переходите непосредственно сюда. Вот так вот. И нажимаете на плюсик вот здесь вот. Допустим, скажем, бывают такие вот именно словосочетания. Или же какие-то там ссылки. Или ваш email. Или ваш адрес, который вы не можете без конца повторять и повторять писать. Надоедает. Допустим, вы что-то заказываете. И вам нужно указать свой адрес. Постоянно писать одно и то же. Надоедает. Правильно? Вы можете, допустим, здесь написать. Допустим, ваш адрес. Город, Москва. Город, Москва. Там. Что-то, что-то. Допустим. Пускай будет так. Да. Готово. Теперь, когда мы печатаем что-нибудь. Сейчас. Допустим, когда мы печатаем что-нибудь. Вот я печатаю. Да. Я нажимаю, перехожу сюда. Fastboard. И вот. Смотрите. Адрес у меня тут стоит. Я нажимаю и вот сюда вот вкладываю все это дело. Очень круто работает. Допустим, кроме адреса, вы можете сюда добавить также ссылки какие-нибудь. Допустим, ваш email. Ну, все, что вам угодно. Все, что вы хотите просто. Очень удобно. Сам начал пользоваться. Вот прям офигительно. Обязательно скачивайте и пользуйтесь, друзья. Следующее приложение тоже очень крутое. Почему? Ну, смотрите. На iPhone, то есть на iPhone 11, на iPhone 11 Pro и Pro Max есть такая функция на iOS 13. Допустим, я ставлю музыку какую-нибудь, да? Вот пускай будет... Нет, не это. Пускай будет вот это, да? Вот это, да? Пускай. Вот у меня песня играет. Сейчас я могу перейти в камеру, нажать удерживать вот так вот. У меня будет музыка играть и плюс я могу снимать на камеру. Это очень круто. А, допустим, iPhone 7, iPhone 8, там, iPhone 10 даже не позволяет этого делать. Да что ты кричишь? А я тут для вас нашел такое вот приложение, где вы можете, воспроизводя музыку, записывать видео. Называется While You Rack. Вот так вот. Сори, сори, слишком громко. Слишком громко. Так, нажимаем. Вот запись идет у нас. Можем остановить запись. И давайте посмотрим это видео. Запись. Вот минус в том, что запись у вас получается, но почему-то звук тихий. Я не знаю почему, но звук тихий. Но факт в том, что его можно вот так вот записывать с включенной музыкой. Я его слышу, но микрофон не слышит, потому что тут у меня петличка стоит. Следующее приложение называется Hey Camera. Допустим, вот камера у нас, да? Давайте вот так вот все включим. Я специально сделал так, чтобы вам показать. Вот. Окей. Got it. Смотрите. Допустим, я скажу Shoot a video. О! Вот так вот работает. Допустим, Photo. О! Вот так вот он фоткает. Допустим, ваша камера на штативе, и вы хотите снять фотку на заднюю камеру, но не знаете как, то вы применяете непосредственно вот это вот приложение и говорите Photo. Вот примерно так вот работает это приложение. Давайте посмотрим следующее приложение. Называется Unit Converter. Очень крутое, мне понравилось. Допустим, почему? Потому что, допустим, вы напишите здесь 100 kg. Допустим, да? КГ. 100 kg. Дальше он показывает, что, почему, откуда, там, сколько в граммах, сколько в килограммах, сколько в тоннах, сколько в паундах. Вообще, все, что угодно он показывает. Допустим, есть currency. Вы здесь select currency делаете. Допустим, выбираете вот это, и с какого на какое. Допустим, с вот этого на вот это. Пишите сюда сумму, допускай будет 100. И вот он полностью показывает, что и как. В австралийских сколько, в американских сколько, в китайских, в британских сколько. Все показывает. Settings у нас тут, конвертер. Допустим, выбираете, допустим, массу, длину, площадь, объем, скорость, температуру или же время. Да все, что угодно у вас тут есть. Офигительно, без рекламы, а круто работает. Обязательно призываю вас к скачиванию. Следующее приложение называется дубликат. Наверняка все уже о нем знают, потому что он был в топе. Возможно, он и сейчас в топе. Но прикольное приложение, мне нравится. Сейчас покажу, как оно работает. Допустим, давайте подождем, пока оно откроется. Тут есть несколько, так сказать, темплейтов, в которые вы можете интегрировать непосредственно себя и поприкалываться со своими друзьями. Допустим, вот кто это такой? Вот Шакира, да? Шакира, Вин Дизель, Риана тут есть, да? Джастин Бибер, там еще Конор Макгрегор. Давайте. Я хочу быть Вином Дизелем. Вот так вот я беру себя. Так вот фоткаю. Не, у меня размазня получилась какая-то. Давайте переснимем. Теперь получилось лучше. Вот, наша фотка подошла. Нажимаем на вот эту вот галочку. Окей. Теперь ждем, пока превратимся в Вина Дизеля. Рефейсинг. Давай. Сейчас я представляю, каким уродом сейчас я буду там. Вы только посмотрите на это. Ух, нифига себе, что за урод получился. Ай, нифига себе, друзья. Вот, вот так вот можно поприкалываться. Смотрим следующее приложение, называется Focus Live. Что оно делает? С помощью этого приложения вы можете записывать видео, и у вас получится все это дело в формате портрет, так сказать. Я тут сделал некое видео тестовое. В этом приложении вы можете также сделать, потом сохранить его. Вот, допустим, в галерею перехожу, вот это видео. Ну, вам тут видно, нет, я не знаю, но факт в том, что он заблюривает бэкграунд. Вот иногда вот получаются какие-то там косяки, потому что сзади у меня, так сказать, бэкграунд белый, это белый стол. Но если вы на улице там снимаете кого-либо, лицо, чье-то, то он заблюрит вам бэкграунд в видео формате. Это офигительно. Кому нужно портретное видео, вы можете обязательно скачать и использовать. Без никаких проблем, бесплатное приложение называется Focus Live. Ссылка будет в описании. Итак, смотрим следующее приложение, называется Clipboard Grabber. Что оно делает? Ну, смотрите, бывают очень часто такие моменты, когда вы копируете какую-либо важную ссылку, какую-либо важную ссылку, и забываете его вставить. И копируете уже другую ссылку, и у вас эта ссылка пропадает, которую вы копировали первым. То есть вот это вот приложение очень даже кстати. Я вот сейчас сделал копию сначала сайта Bing.com, потом сделал копию Яндекс.Уз. То есть вообще я никуда это не вставлял. Я просто скопировал, а это в приложении Clipboard Grabber осталось. Допустим, давайте мы с вами вместе откроем вот сайт YouTube. Сайт YouTube, да. Я беру, вот здесь вот так вот делаю копию, выхожу, допустим, зайдем сюда, и вот у нас YouTube тут стоит. И также я что делаю? Я тут никуда ничего не вставлял, допустим, да. Я беру, опять захожу на сайт Apple теперь, пускай будет сайт Apple, и копирую также сайт Apple, но от вот этого вот предыдущего я ссылку никуда не вставлял. Я опять захожу сюда, и у меня сайт Apple также тут остается. Это офигительно, когда вы забываете вставлять ваши ссылки. Вы можете отсюда взять. Офигительно. А на этом, друзья, все. Я надеюсь, это видео вам понравилось, и вы скачаете хоть какое-либо приложение из этого списка, потому что я для вас старался. Все ссылки будут в описании, обязательно скачивайте. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши лайки и комментарии. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok